Обязанность народного избранника не только принимать участие в заседаниях Совета депутатов округа. Главное в его работе быть связующим звеном между жителями и различными муниципальными и коммерческими организациями, от которых зависит комфортная и безопасная жизнь граждан. В последнее время в адрес Совета депутатов стало поступать очень много обращений. Я председателя, соответственно, мне поручили разобраться в этом вопросе. Суть обращения о том, что они не знают, как обратиться к своему депутату, то есть, по сути дела, брошенные жители пытались прийти на прием к своему депутату, соответственно, безрезультатно. К сожалению, тем, кто проживает на территории избирательного округа номер 29, действительно не повезло. По словам местных жителей, своего депутата Павла Грудинина последний раз они видели только на листовках с предвыборной агитацией. За время вот этого всеуправления нашего депутата Грудинина я ни разу не видела ни на сайте, как можно к нему записаться, ни где-нибудь объявления, что он с нами встречу организовывает. На Марии Викторовны я вышла легко, зашла на сайт администрации и обратилась к ней лично. Депутат Мария Гаевская уже не в первый раз встречается с гражданами. В прошлый раз, по их словам, она помогла настроить отношения с дорсервисом и управляющей компанией, благодаря чему были установлены новые лавочки, там, где было необходимо появились лежачие полицейские, были оборудованы поручни для инвалидов и многое другое. Но проблемы, как известно, имеют тенденцию накапливаться. У каждого дома перегорожен сквозной проезд, у 16, у 14, и, естественно, у нас утром и вечером здесь полный аншлаг, что называется. Такая проезжая часть получается, машины несутся как бешеные, ворота вылетают как сумасшедшие. Если бы вы видели, что там происходит летом, весной и осенью, у нас там, у нас просто там, даже, не знаю, спортивная площадка или что, зеленой травки больше нет. У меня курилка под окном. В подвале течет вода, я звоню в диспетчерскую, я говорю, что приедем, приезжают, натыкают трубу тряпкой и пакетом полиэтиленовым. Я прям пофотографировал даже, показали, как это происходит. Вместе с Марией Гаевской во встрече принял участие и исполнительный директор Ленинского отделения торгово-промышленной палаты Московской области Максим Арапов. Для него проблемы местных жителей тоже близки и понятны. Я шел как кандидата от этого округа, от старого округа. Я, к сожалению, был вынужден снять свою кандидатуру, но не мог оставить жителей с их проблемами и наказами. Встречу организовали сами жители и при помощи Марией Гаевской она уже была на этом округе. И, соответственно, зная о том, что я отрабатывал по этим объектам и до сих пор жители обращаются, она, соответственно, позвала меня вместе с ней провести эту встречу с жителями. В избирательный округ номер 29 помимо улицы Гаевского входит несколько домов на проспекте Ленинского комсомола, деревни Дыдылдина, Табалова и Опаренки, Белокаменное шоссе и многие другие территории. Но люди не остаются один на один со своими проблемами. И в этот раз все, что было озвучено на встрече, обязательно найдет свое решение. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова